смотрите эти 6 носилки видимо здесь луга были вот это все и заготавливали даже тут сена вот эта история ребят нихрена вот это все уже заросла лесом надо же встретить такое в тайге обычно каждый год тут прохожу может и снимал уже это но здесь заготавливали сена тогда в те времена основные поля все заняты колхозные были и людям приходилось сюда таежной речке приезжай заготавливать сена и даже за это колхоз их очень сильно даже наказывал как дед рассказывал вообще сена заготавливали без ли прятали они потому что все было жестко стараюсь напрямик так поворот срезываю вот так а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ни свиста, ни ничего, тишина Что-то какой-то шум идет Не то ветер поднимается Походу ветер на она хочет подняться Прям там какой-то гул идет Тишина и покой Вот это да Иду и вспоминаю, где-то должна быть изба Ну да Я вдоль реки иду, а вон они глубже Прилично, значит, я уже прошел Пройду еще Мимо этих руин Это рябчик не-то хренезный Какой-то грохот услышал Ну, каждый год я прохожу В принципе, рассказывать Я не знаю Там изба была Здесь амбар Где-то там еще должна быть баня Как-то Построились они как-то Ну, грустное место, что ли Потому что Смотрите, как Лес какой темный здесь Конечно, здесь еще заросло Другой вид был Это когда Еще изба нормальная была Зимой проходил там Первый раз, когда видел Здесь, походу, баня Но тоже Каждым годом все Хуже и хуже Эта стена уже развалилась В будущем году Эта крыша развалится полностью Вон, ветерок-то поднимается Ну, я иду И как будто вот Услышал я Как он взлетел Точно рябчик был Ну, он нам по пути Может, еще увидим Две штуки Вон, ветерок-то поднимается Ну, я иду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Сучья попадает. Не пробывает, блин, в межсучья стреляю, хочу попасть, но бесполезно. Сдвинулся наконец-то. Есть контакт. Вот это да, в межсучья ну никак пробить. Там еще вторая. В принципе он улетел, все улетел. Есть еще третий там. Было интересно, ребята. Вот это я шмалял. Три раза выстрелил. Ну, там сучек, межсучья так старался бить. Блин, и камера как-то... Короче, старался межсучьев бить и попадал в сучья. Вот на этом березе сидел. Самец. Нормально так прошла пуля. Все. С добычей. Прости, друг. Вот так вот. Ну, еще где-то получается две самки и один самец здесь было. Так. Ой. Здесь бавры живут, ребят. Вон там на налоговой ихне. Вон. Что? Похоже на то. А там еще будет тропинка. Я сейчас поснимаю. Уже несколько лет они тут обитаются. Это дерево тоже их не работа сломали. Свалили то есть. Там еще несколько зарубок было. Тоже в прошлом году начинали они. А в этом году так же. Вот эти деревья, думаю, еще перевалят там. Вон там. Вон там. Свежие. Еще и щиной пахнет. Сегодня еще грызли. Вон там. Еще свежо. Вон там. Оттуда поднимаются и грызут. Вот. Пипец этому озеру. Да. И наклон тоже. Прямо на озеро. А этот уже. Тоже на озеро. Все, короче. Этому озеру хана. Вот это да. Вековое дерево свалят сейчас. Уже сколько выходили тут. Ни одну ночь уже тут они работали. Вон. Да. Картина, конечно, ништяк. И самое главное, на озеро смотрит дерево. Выбирают что ли они так. Вон еще логово. Ни хрена. Это их сооружение тут. Да. Ни разу в жизни я еще не видел. Вон постарались. А выход, где под землей, наверное, где-то проходит. Вон, ребят. Вот так вот. Видать, где-то под землей они ходят. Но не знаю политику. Не буду гадать. Не буду обманывать своими размышлениями. Просто не знаю, как они живут. Где ходят. Факт, что они тут не один год уже живут. А гнезда эти вот сейчас появились. В прошлом году только не сделали. Потому что я еще не видел. Хат-хата такая. Из сучьев. А здесь у них будет выход на речку. Тут что они сооружали. Вон он. Здесь они ходят туда-сюда. Это основная магистраль у них. Вон спуск. Надеюсь, видно. Спуск на речку. Оттуда уже сюда поднимаются. И уже несколько лет. Вот такие дела. Конечно, если вот сюда фотоловушку. Даже мне деньги отправляли именно на фотоловушку. Но никак не могу определиться, какую покупать. Они вот последний подъем был. Вот с реки поднимались. Ночью они выходили. Но не знаю, какой взять. Потом из дорогих тоже. Для таких съемок как-то. Кто уже не видел вот эти. Бобровые хождения. Рано или поздно, конечно, может куплю. То. От этого никуда. Но. Сейчас данный момент пока. Пока не знаю. С выбором не могу определиться. Там старенькая лодка. Здесь вот. Рыбачили раньше охотники. Ну, уже заброшенная лодка. Дырявая. Как хозяин говорит. Вот. Ну, если поснимать, то это стопроцентно здесь. Бобров можно заснять. Это конец или другое уже. Озеро. Озеро маленькое. Не знаю. Здесь уже на лодках. Скоро не будешь проезжать вообще. Поперек. Столько бревен уже. Как сказать. Бобры. Валили. Что. Это озеро уже. Ну, зато. Рыбы будет. Потому что. Меньше туда. Будешь. Ходить на рыбалку. Там на сети. Вот так. Ладно. Иду дальше. Меньше. Вот этих свистков уже в горле пересохло. Вдохнул. Попил. Кипяток. Сыр также съем. Где-то полтора часа еще. Примерно гсб. Вот так. Идите. Попил ман. Кипяток. Вдох. 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 С najс Azар. Вдох. 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 Омин. Вдох. Вдох. Сltим на гсб. Уживете линия. Вдох. Уживете линия. Вдох. Вдох. ну что сказать ребят охота продолжается вроде неплохо уже добыли три рябчика при таком количестве дичи что я вот сейчас прошел и видел это считай нормально ну глухарь улетел что поделаешь на эти бывает я со 100 метров попадая в рябчика бывает и спешка ты в упор не попадаешь это зависит от прицеливания если ты нормально прицелился спокойно ты попадешь если спонтанно все так как сегодня вот да и кроме этого еще в рябчика стрелял несколько раз вот но я все показываю снимаю как в реальности происходит все это возможно и за кадром оставить но зачем кого-то обманывать вот показал как я стреляю сколько раз попал сколько раз птица улетела там или не успел или улетел бывает на охоте всякая разная ситуация вывод делать вам какой я охотник некоторые это умеют вот так и отдыхаем возможно я еще там пройдусь собаками может еще увидим его не я уверен не попал но в душе все время почему-то тянет туда я когда уже про прощик шел к речке сторону речки я хотел возвратиться посмотреть там на толку я не вижу если попал бы я слышал это звук пули на не попал вот вдаль реки еду первом месте три рябчика было и во втором месте три рябчика 6 рябчика вот видел вот когда так синица орет это возможно кто-то там рядом есть были случаи уже встречи с лощами так вот сидишь на и начнут синицы там кричать вдруг блять лощи проявляются такие картины бывают любого любого зверя там увидят они так тоже орут такие пшеницы они не меня видят ко всему надо привыкать изучать лес поведение птиц зверей один случай 2 случае ты уже начнешь понимать запах странный какой-то идет это тоже похоже на лося есть что-то очень даже есть короче сейчас я доплываю чай дальше пойдем будем свистеть там уже через пол километра может чуть больше там уже начнутся мои зачесы тропинки там легче будет идти а здесь завала вообще если все заснять через что я прошел гигабайты не хватит у меня на на два часа только осталось когда я выходил из избы считай сколько я уже иду спокойно я еще минут десять посижу и и дальше пойду что оставайтесь и смотрите вы увидите что будет дальше происходить